А мы продолжаем полдень у Ставропольцев и есть голос. Этот факт в очередной раз доказан краевым вокальным конкурсом. Предпоследний отборочный тур прошел в Пятигорске на минувших выходных. Некоторые амбициозные и талантливые исполнители уже планируют на что потратить главный приз 300 тысяч рублей, если, конечно, он им достанется. И сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях участник третьего отборочного тура Данил Арзуманов из села Александровского. Добрый день, дорогой наш человек. Здравствуйте. Ну, рассказывай, как дела? Очень хорошо. Давай сначала вот свои впечатления о третьем отборочном туре. На твой взгляд, как он прошел? Оцени свое выступление. Ну, мое выступление было хорошее. Все участники тоже очень достойно выступили. А что ты исполнял? Королеву красоты. Это что за песня такая? Песня Муслима Магомаева. А вот очень многие исполняют творчество Муслима Магомаева, знаешь? Смотрел прошлые выпуски? Почему именно ты эту песню выбрал? Я очень люблю ретро-песни. Она очень зажигательная. Ее очень нравится мне. А вот почему решил поучаствовать в этом конкурсе? Как узнал, что такой конкурс вот у нас на Ставрополье проводится? Ну, мои преподаватели сказали, что мы уже едем. И эту песню мы сразу выбрали. То есть, в принципе, ты не выбирал, да? Выбрали преподаватели, сказали, так что собирай чемоданчик и поехали участвовать. Ну, вообще, в принципе, что ожидаешь от этого конкурса? Конечно, хочу, чтобы я прошел дальше. Ну, в тройку ты не попал, да? Вот выбрали. Очень хочу, чтобы за меня многие проголосовали. Я прошел. Сейчас смотри, есть уникальная возможность вот в ту камеру попросить всех своих друзей, всех ставропольцев проголосовать за тебя. Прошу, пожалуйста, проголосуйте за меня. Чтобы была возможность пройти дальше, да? Да. А вот давай сейчас представим, Даню, за тебя проголосовали огромное количество людей. И ты выходишь в финал, проходишь все этапы, выходишь в финал и получаешь главный приз – 300 тысяч рублей. Представил? Да. Ну, как ты потратишь такую сумму? Ну, наверное, куплю машину маме. Угу. Какую? Какую-нибудь быструю. Быструю. Красивую, модную. В общем, машину маме, да? Да. Маме вообще сейчас нужно кулачки держать. А вот ты когда выступал на отборочном, у тебя была своя группа поддержки? Да. А кто? Мама. Мама, да? С плакатом, да? Данил, вперед! Давай, рассказывай нам теперь свою такую небольшую музыкальную историю. Как давно, да, ты понял, что у тебя есть этот голос и решил плотно, профессионально заняться вокалом? Ну, с первого класса я пошел в музыкальную школу. А сейчас в каком? В седьмом. Угу. До сих пор пою. Мне очень это нравится. Что? Что в репертуаре твоем? Ну, и ретро-песни, и классика. Ну, в основном мне нравятся ретро-песни. Угу. Ну, тогда нам продемонстрируешь сейчас свое творчество. Хорошо? Давайте послушаем. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Висят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты. Что красоту взять лишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы. Как единственная на свете королеве красоты. С тобою связан на веки я. Ты в жизни счастье, любовь моя. Красавец видел я немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала, лучше, мило, все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты в жизни счастье, королева красоты. С тобою связан на веки я. Ты в жизни счастье, любовь моя. По берегу вокруг лета, солнце лёсся прямо с крыши. В потоке солнечного света, у луги оскорки стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы. Как единственная на свете королеве красоты. Классно! Умничка! Все аплодисменты только тебе. А вот скажи, пожалуйста, кто у тебя королева красоты? Да, это мама. Мама, вот давай опять снова в эту камеру. Маме, привет! Привет! Большие-большие приветы. Ну вот еще попрошу тебя поделиться своими планами. У каждого человека есть какие-то свои планы, мечты. Твои музыкальные планы и мечты. Это какие? Ну, музыкальные. Я, конечно, не хотела продолжать свою карьеру. Очень хотелось стать медиком. Медиком. То есть высшее учебное образование будешь получать именно медицинское. Ну вот скажи, пожалуйста, у тебя сейчас такой возраст, когда хочется играть в футбол, мне кажется, в волейбол. А почему вот ты идешь на вокал, идешь на свои репетиции в музыкальную школу? Ну, это мое любимое увлечение. Ну, то есть футбол нет? Нет. Только вокал. Ну, Данил, спасибо тебе большое, что пришел. Я надеюсь, что очень многие за тебя проголосуют. Тоже буду голосовать за тебя. Маме большое-большое привет, друзья. Я напомню, у нас в гостях Данил Арзуманов из села Александровского, участник вокального конкурса «У меня есть голос». Спасибо тебе большое. Хорошего тебе дня. До свидания. Всего доброго. Поешь в душе? Поешь с друзьями? Поешь для себя? Мечтаешь о том, чтобы о тебе узнали? Хватит просто мечтать! Весной 2018-го все решает твой голос. Твой голос сделает реальными все твои самые смелые мечты. Министерство культуры и телеканал СВОЁТВ «Ставропольский край» объявляют смелое, открытое, честное, творческое состязание. «У меня есть голос». С 15 декабря жители Ставропольского края любого возраста и статуса в одиночке или в составе творческой группы могут заявить о своем желании участвовать в конкурсе. С 13 января пройди конкурсный отбор. Спой лучше конкурентов, попади в главный финал, покори своим талантом земляков, выиграй 300 тысяч рублей и стань главной звездой Ставрополья. У тебя есть голос? У тебя. У тебя. У тебя. У тебя. У тебя есть голос. С 13 января пройди конкурсный отбор. Положение, условия заявки на сайтах ств24.tv и минкультск.ру Твой голос. Твоя победа.